Камбука, камбука, бака, вука. Грлык, грлык! Джага, камбука, камбука, бака, вука. Эки-таки, Джага. Далеко на востоке расположен город Багра, славящийся грандиозным маяком. Свет на маяке дает волшебный лучистый камень. Но немногие знают, что камень светится благодаря злому Джину. Джин был заточен в этом камне целых сто лет и вдруг разбил его и вырвался на свободу. Если не вернуть Джина, люди-багры будут вечно блуждать во тьме. Ты хочешь помочь им? Тогда собери осколки камня, сложи их вместе, верни Джина в камень, а камень на маяк. У ворот Агровы тебя встречает мудрая женщина по имени Алима. Она рассказывает, что волшебный камень раскололся на три части. А Джин надежно спрятал их в пустыне. Найди эти осколки и принеси Алиме. Она советует начать поиски с лагеря кочевников, разбитого неподалеку. Но прежде, чем ты тронешься в путь, Алима научит тебя кое-каким хитростям. Это пешка. Пешками измеряется ценность других фигур. Пешки – самые слабые жители шахматного государства. Но зато их много. Каждый игрок начинает партию, имея восемь пешек. Белые пешки выстраиваются на второй горизонтали, а черные – на седьмой. Пешки ходят совсем не так, как фигуры. Только на первом ходу пешка может пройти две клетки. В остальное время пешки очень тихоходны. Они перемещаются всего на одну клетку за ход. И еще. Храбрые пешки никогда не отступают. Все шахматные фигуры берут фигуру противника, стоящую у них на пути. А вот пешки берут фигуры не так, как ходят. Они бьют фигуры, стоящие на соседнем поле по диагонали. При этом обязательно впереди. Эта белая пешка может взять черную пешку или на С4, или на Е4. Но не может взять пешку, стоящую перед ней на Д4. Этим ходом белая пешка берет черную пешку на Е4. Пешки двигаются очень медленно, и поэтому их часто берут в окружение. Сейчас на доске ни одна из пешек не может ходить. Потому что единственное поле, куда она имеет право двигаться, занято другой фигурой. Если пешка дойдет до последней горизонтали, то произойдет чудо. Когда пешка дойдет до последней горизонтали, восьмой для белых пешек, или первый для черных, то она превратится в фигуру, по твоему выбору, в коня, слона, ладью или даже королеву. Сейчас на твоих глазах пешка ступила на восьмую горизонталь и стала королевой. Теперь твоя очередь. Возьми черную ладью белой пешкой. Точно в цель. Может ли белая пешка ходить в такой позиции? Да. Конечно, пешка может ходить. Хоть ей и закрыт путь вперед, белая пешка может взять черную пешку на Д3. Белая пешка может сходить только на одну клетку. Какую? Д4. Правильно. Белая пешка может сходить только на Д4. Сходи пешкой на самое большое расстояние, какое она может пройти за один ход. Да, вот так. Теперь ты знаешь, как ходят пешки. Мудрая женщина надеется, что ее уроки и жемчужина знания облегчат твои поиски. Если захочешь снова побеседовать с Алимой, то всегда сможешь найти ее у городских ворот. На прощание Алима желает тебе удачных переговоров с кочевниками. Только местные торговцы знают тайную тропу, ведущую к форту. Начальник форта наверняка знает что-нибудь о злом джинне и расколотом камне. Хитрые торговцы соглашаются показать тропу, если ты на своем ковре обгонишь их плюющихся верблюдов. Так, сырай шестью пешками против двух. Если ты возьмешь обе пешки противником, то получишь три пешки и двести золотых. Ж4, Д5 Д4, король Д7 Е3, Е5 С3, король Е6 Д, король берет Е5 Ф4, король Е4 Король Д4 Торговцы говорят, что из тебя вышел бы отличный кочевник. Друг Аладдина – их друг. Особенно, если этот друг рвется в бой со злым джинном. Торговцы делают тебе щедрые подарки и показывают дорогу к форту. Начальник форта со знанием дела обсуждает с тобой план атаки. Бывалый воин может даже научить тебя ездить верхом хоть на коне, хоть на верблюде. Эта фигура называется конь. Конь по силе равен трем пешкам. В начале партии у каждого игрока по два коня. Белые кони стоят на клетках В1 и Ж1, а черные – на клетках В8 и Ж8. Конь из шахматной породы ходит замысловато. Не прямо, а буквой Г. Сначала конь голопом проходит две клетки по вертикали или горизонтали, а потом прыгает на одну клетку в сторону. Этот конь может сходить только на те клетки, которые сейчас выделены. Обрати внимание, клетки, которыми начинается и заканчивается ход коня, всегда разного цвета. Коня не так-то просто поймать. Это единственная фигура, которой другие фигуры не могут помешать двигаться. Конь скачет туда, куда хочет, потому что он умеет прыгать и через свои фигуры, и через фигуры противника. Вокруг этого коня много фигур, но он всё равно может ходить на любую выделенную клетку. Смотри, как ловко конь перепрыгнул пешки и оказался на клетке едва. Угодить под копыта коня опасно для жизни, поэтому конь не может прыгнуть на клетку, уже занятую фигурой того же цвета. Зато конь может взять фигуру противника, если прыгнет на её клетку. Этим ходом белый конь берёт чёрную пешку. Теперь твоя очередь. Возьми своим конём чёрную ладью. Ммм, ты быстро учишься! Может ли конь белой масти ходить из этого положения? Верно! Конь может сходить на клетку В3 или на клетку С2. Сколько разных ходов может сделать этот конь? Совершенно верно! Белый конь не может сходить на В6, потому что там стоит белая ладья. Сделай чёрным конём единственный возможный ход. То, что надо. Теперь ты умеешь ездить на коне. Старый бояка и сам пошёл бы сражаться с джинном. Но, увы, служба не позволяет ему покинуть уютную комнату в укреплённом форте. Он даёт тебе жемчужину знания и наказывает распорядиться ею с умом. Ещё начальник форта советует тебе заглянуть в легендарный затерянный город, а на отдых остановиться в оазисе. В оазисе вдоволь прохладной чистой воды, которой раньше мог утолить жажду любой путник. Теперь же банда песчаных разбойников захватила оазис и требует за воду деньги. Если ты прогонишь их, все вздохнут с облегчением. Так, ну, прежде чем вступаю в бой... Одни говорят, что затерянный город населён духами пустыни, а другие, что в нём живут только песчаные крысы. И хотя о нём так много говорят, исследовать его почему-то никто не спешит. Так, своими фигурами сыграй против трёх пешек. Если возьмёшь все пешки противника, то получишь коня и один из осколков самоцвета. Так, ну, давай попробуем. Так... Д5 Король Д7 Король Д6 Е6 Берёт Ф5 Король Д5 Затерянный город подтвердил свою славу рая для кладоискателя. Тебе удалось найти сокровище и древнюю карту, на которой обозначена дорога к пирамидам. Но самая ценная находка – это осколок волшебного самоцвета. Торговец несказанно рад тебя видеть. Его прилавок ломится от всяческих диковин. А вот покупателей нет. Все разбежались от джина, который вырвался на свободу. Торговец упрашивает тебя посмотреть на товары и обещает сделать хорошую скидку. Так, ну шо, пару пешек купим. Так, а... Этот за четыре жемчужины не хватает. Ладно, будем сражаться. В оазисе – вдоволь прохладной чистой воды, которой раньше мог утолить жажду любой путник. Теперь же банда песчаных разбойников захватила оазис и требует за воду деньги. Если ты прогонишь их, все вздохнут с облегчением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова